добрый день дорогие мои друзья итак сегодня я бы хотела вам показать как я сразу на ткани буду раскраивать вот такое вот платье оно отрезное по линии талии перед нами лежит технический эскиз так я думаю вот так вот вам его видно сейчас камера настроиться я думаю вам будет его хорошо видно он состоит из трех частей обязательно рисунок передней части платьицы и спинки обязательно мерки и обязательно прибавки на свободу опрягания вот такие вот у нас с вами будут мерочки кстати говоря мерочку ширина груди первое я исправлю на 16 из 15 половиной я исправлю на 16 сантиметров сейчас когда буду делать расчеты так вам будет просто по цифрам нагляднее и понятнее я уберу сейчас этот листочек из кадра потому что этого просит технические наши средства исполнения и начну работать и начнем и начнем с вами работать листочек убрали и взяли в руку длинную линейку и так линия номер один который обычно я провожу справа у нас будет низ изделия она выравнивает нам ткань паутку я провела линию номер один затем параллельно линии номер один на расстоянии припуска на шов я провожу линию номер два припуска этот мы выберем где-то два сантиметра я думаю нам будет достаточно обычно я выбираю полтора один из семь но так как это все-таки линия талии то я думаю что два сантиметра и в этот раз я хочу выбрать что была какая-то еще небольшая страховка и так я сейчас изображаю линию талии строить будем только лиф потому что отрезное изделие потали линия номер три у нас всегда отсекает кромку ткани проводится параллельно ближний к нам кромки стала вот она я по этой линии обязательно ножничками поработаю и линия номер четыре номер четыре в данном случае она будет являться серединой спинки линия номер четыре это середина спинки так как по спинке у нас будет шов средний шов по спинке и в этом шве у нас будет талиевая вытачка еще учтена и молния соответственно и так мы нарисовали с вами средний шов спинки сгиб ткани который лежит дальше от меня это будет середина переда и я начинаю строить гляне на наши мерочки это линейка которая нам понадобится сантиметровая ленточка работает первая мерочка на которую я смотрю называется длина до талии по спинке дтс она мне 38 я откладываю от линии талии вниз вверх мерочку 38 это уровень плечей глубина горловины спинки сантиметра 2 откладываю два сантиметра ширина горловины спинки 7 сантиметров вы знаете откладываю 7 сантиметров ее меня получилось года или на спинке затем я отказываю плечо плечо у нашей оленьки это моя подружка детства 11 сантиметров я еще сантиметре полтора заложу на вытачку который постараюсь перераспределить посадку между горловинкой и плечевым швом потому что не хочу здесь делать фигурка у нее перегибистая вытачку все равно надо уменьшать поэтому я делаю ее маленькой и откладываю сразу часть талиевой вытачки около сантиметра я буду забирать средний шов спинки вот этот сантиметр я отложила и к уровню лопаток я уточняю корректирую оформляю окончательно средний шов спинки и добавляю сразу соответственно припуск вот эта линия мне уже будет не нужно соответственно точки пересечения линии талии с позвоночником я откладываю мерку высота плеча косая она у меня 39 нашла 39 положила вот так и соответственно провела дугу этим радиусом из точки у меня получился крестик этот крестик у нас он спасибо володя да он положил передо мной мерочки чтоб я их видела провожу линию плеча от горловинки да и сразу полтора сантиметра 1 и 7 чуть больше чем полтора я провожу припуск потому что вы знаете что я рисую всегда две линии затем я перехожу по строению полочки середина полочки у меня находится у сгиба ткани я смотрю на мерочку ттп 41 сантиметр нахожу 41 сантиметр откладываю наверх это уровень плечей вниз сразу 7 сантиметров это глубина горловины и сразу высота груди мерка высоты груди 27 сантиметров 7 сантиметров также ширина горловины переда и у меня получается вот такая вот горловинка дальше можно построить линию груди давайте вот так вот так как отметочку сделали параллельно линии талии мы нарисуем линию груди которую я рисую далеко не всегда но сейчас я забрала чтобы вам было нагляднее и понятнее мы делаю это в тонких линиях дальше откладываю мерку расстояние между центрами груди у нас семь с половиной восемь с половинкой восемь с половинкой это точка c это точка c она для нас очень важно потому что мы будем крутиться вокруг этой точки и вы знаете что если бы у нас была базовая конструкция обычная мы бы сейчас вот здесь построили нагрудную вытачку но вы помните что я вам рассказывала на мастер-классе показывала неоднократно что кто-то может быть купил покупал платный мой курс где очень детально и подробно это рассказываю что чаще всего что вот эту самую нагрудную вытачку мы от точки c можем отложить и в направлении проймы и в направлении бокового шва и ниже бокового шва могу отложить и сегодня я хочу ее отложить в линию талии построить сразу нашу вытачку от линии талии вниз потому что по техническому эскизу у меня такая задумка и поэтому я не буду строить вытачку нашу вот здесь а буду строить ее внизу и поэтому сразу от горловинки я откладываю дугу радиуса в равном ширине плеча а именно 11 сантиметров провели затем из точки c в этом направлении я откладываю мерку высота плеча косая переда 24 сантиметра дуга 24 сантиметра и соединяем эти точки опять получился крестик крестик это точка и сразу добавляем сюда припуск припуск на обработку где-то 1,7 примерно сантиметра полтора 1,7 и так плечевые швы у нас построена дальше мне нужно найти место для боковых швов для этого я смотрю на мерочку ширина спины по спинке она у нас 16 половиной сантиметра вот она 16 с половиной откладываю сюда от среднего шва спинки а на полочке у меня мерочка 2 ширина груди 2 работает 21 сантиметр нашла 21 сантиметр и отложила сюда значит на спинке я проймочку свою не имею права заводить левее вот этой вот линии так на полочке я пока этого не рисую потому что форма у меня будет искажаться из-за того что вытачку я переведу сюда но дело не в этом а дело в том сейчас мне нужна эта отметка что здесь у нас посмотрите 16 с половинкой здесь у нас мерочка отложена 21 вместе это будет 37 с половинкой 37 с половинкой а ширина нашего изделия по груди должна быть 44 это полуобхват груди я смотрю на мерочку прибавить прибавку по груди pg pg равно 3 я хочу чтобы ширина нашего платья вверху была 47 сантиметров значит от 47 47 я возьму 47 с половинкой для удобства счета потому что пол сантиметра туда-сюда роли не играет у меня просто получится что прибавка по груди не 3 а 3 с половиной но вы понимаете что это совсем небольшая разница я очень часто кстати этим пользуюсь для удобства и простоты и так отнимаю и у меня остается 10 сантиметров от ширины сетки я отняла вот сумму вот этих двух мерочек повторяю еще раз ширина спины и шега 2 осталось 10 10 это моя пройма пройму я обычно делю пополам это вместо для бокового шва поэтому получилось 5 сантиметров для бокового шва спинки добавляю 5 сантиметров к мерочке шеге ширина спины вот у нас место для бокового шва пока работаю в тонких линиях добавляю 5 сантиметров полочки и получаю место для бокового шва на полочке я думаю пока вам всем все понятно ну будем решать дальше так как я все подробности рассказываю в своей системе методики сейчас я буду говорить достаточно быстро и так мне нужно построить сейчас мне нужно выбрать нижний уровень проймы со стороны спинки так как у нас проймочка обычно имеет две характеристики с одной стороны это ширина проймы мы знаем у нас 10 сантиметров с другой стороны это вертикальный диаметр проймы и самым главным постулатом и критерием правильной выкройки для меня является правильная пройма а правильная пройма это такая у которой передняя точка p1 ниже чем задняя точка p2 на 2 сантиметра и соединяя эти точки деля потом пополам я определяю вертикальный диаметр проймы проводя отрезок из серединки этого отрезка до бокового шва это если коротко и так я привязываю величину вертикального диаметра проймы к ширине нашего рукавчика обращаемся к меркам снова и так мерочка ширина нашего рукава чего она складывается нас складывается из мерки обхват плеча в нашем случае это обхват плеча 27 сантиметров и прибавки к обхвату плеча 4 сантиметра и так ширина рукава у нас получилось 31 сантиметр высота оката рукава будет 31 деленное пополам получается 15 с половиной а для вточного рукавчика вертикальный диаметр проймы будет на 2 сантиметра больше то есть 17 с половиной 17 с половиной это будет вертикальный диаметр проймы для нашего рукавчика со стороны спинки в дп спинки будет на сантиметр больше в идеале а за стороны полочки на сантиметр меньше и так со стороны спинки работаем и так 17 с половиной на общий то есть 18 с половиной вертикальный диаметр проймы со стороны спинки находим 18 с половинкой и проводим дугу в направлении бокового шва. Получили вот эту точку. Измеряем расстояние 16 сантиметров. Пусть оно будет у нас 16 сантиметров. Потому что мы попали в как раз нужный нам интервал 16-18 сантиметров. Вы знаете, что это для нас среднее значение. Пусть это будет 16 сантиметров. Так как мерочка длины спины у нас очень короткая 38. Поэтому я думаю, что это будет нам как-то достаточно. И значит мы здесь сделали 18 с половинкой. Здесь мы хотим получить минус 2 16 с половинкой. Или что-то очень близко к этой цифре. Там 16-17 сантиметров. Это будет тоже у нас допустимо. Итак, вот это расстояние у нас 18 с половинкой. И поэтому я могу оформить уже пройму. А там будет 16, когда мы оформим эту пройму. Ограничение проймы снизу. Затем берем просто вот эту линейку. И соединяем конечную точку плеча, точку P2 и нижнюю точку проймы. Она у нас называется точка G. G0 иногда в каких-то книгах. Так, нарисовали. И сразу я добавляю припуски. Припуски тоже 1,5, 1,7. Раз, так, так, отодвинулись. И в два приема нарисовали вот этот припуск. Боковой шок пока оформлять не буду до конца, потому что мне нужно еще приталить. Так, работаем теперь с нашей полочкой. Итак, мы говорили, что выточку на грудную я хочу перевести вниз. Поэтому из центра груди я вниз провожу вот такую вертикальную линию. Ткань у меня кончилась. Ну и что? Зато не кончился стол. На ней я должна отложить, как обычно, конечно же мерку высоты груди. 27 сантиметров. 27 сантиметров аккуратненько откладываю вниз. Получилась точка. Отсюда я должна отложить влево раствор нашей выточки. Я поменяла несколько. Ширину груди первую, она у меня 16. Ширина груди вторая 21. Отнимаем, получается 5. Умножаем на 2, получается 10. И прибавляем 2, получается 12. Вот так по формуле, как обычно, я рассчитала выточку. И провожу, соответственно, сюда дугу. Стороны выточки у меня всегда равны. Поэтому делаю вот такое действие. 27 сантиметров здесь. Поворачиваю аккуратненько. И получаю сторону 27 сантиметров здесь. И наша выточка пришла вот сюда. Вторая сторона выточки пришла вот сюда. Мы построили выточку вниз. Вот так. Дальше, 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 дальше. Сейчас будет работать материал, который я называю Метод поворота математика 6 класс. Кто не знает, тому тяжеловато. Кто знает, тому полегче. Постараюсь объяснить как можно понятнее. Итак, смотрите. Сторона выточки у нас 14 сантиметров. Стороны выточки всегда равны. Поэтому, когда мы ее выполним, эту выточку, у нас вот эта точка перейдет куда? Вот в эту точку. А куда перейдет вот эта точка? Она же тоже вся развернется. Линия Таи должна повернуться. И угол поворота в данном случае задан нами. Это раствор нашей выточки. А как его выполнить? Ну уж извините, сейчас будет чистая геометрия. По программе. Итак, мне интересует вот эта точка. Куда она попадет? Для этого я измеряю расстояние от этой точки до центра груди 22 сантиметра. А потом нахожу его на... Вкладываю эти 22 на сторонах своей выточки. На одной и на другой. Так. А теперь измеряю раствор выточки на этом месте. У меня получилось 9,5 сантиметров. И от этой точки я должна провести дугу наверх. 9,5 сантиметров. Вот так вот провожу дугу. Из этой точки, с которой мы работаем. А расстояние этой точки до центра груди 22 должно остаться неизменным. Поэтому я откладываю его так же точно. Как бы провожу еще одну дугу. И вот у меня появился крестик. Крестик это моя точка. Значит, вот эта точка при повороте переедет вот в эту точку. Математика 6 класс, ничего поделать не могу. Кто учился плохо в 6 классе по математике, кому тяжеловато. То хорошо, тот меня поймет. Я нарисовала линию талии, она развернулась. И откладываю сейчас, соответственно, 2 сантиметра сразу припуск на обработку данного участка. Чтобы больше к этому не возвращаться. Вот так мы повернули, открыли нашу выточку вниз. Дальше аккуратненько проверяемся. Значит, у нас была... Вот эта вот ширина нашей выкройки в этом месте 26 сантиметров. Давайте посмотрим, что у нас получится потом. 18. Так, выбросили выточку. Аккуратненько вот сюда мы и пришли. То есть я выполнила проверку. То есть как раз наши 26 сантиметров останутся, когда мы эту выточку сошьем. Эта точка найдена правильно. Еще один момент. Посмотрите, какой. Я могу... Вот этот отрезок 16 сантиметров, он должен сохраниться? Конечно же, он должен сохраниться. Поэтому вот из этой точки я должна провести дугу радиусом равным 16 сантиметров. Так. А как же мне найти здесь точечку? Я могу, конечно, очень просто поступить. Видите, здесь у нас прямой угол к линии талии. Вот я и здесь проведу вот этот прямой угол к линии талии. И пока работаю в тонких линиях, потому что я постоянно люблю точность кроя. Я люблю себя постоянно проверять. И восстанавливаю точно так же. Провожу боковой шов, соответствующий вот этому боковому шву спинки. Показываю еще раз. Это 16. И вот это 16. Хорошо. Допустим, это нам понравилось. А теперь проверяем ВДП. Значит, здесь было 18 с половинкой, а здесь мы хотели 16 с половинкой. А что у нас получилось? А у нас получилось 15. Ой, что-то мне кажется это маловато. Потому что 15, видите, сантиметров, да? И 18 с половинкой. Разница в 3 с половиной сантиметра. А мы любим в 2. Как же нам быть? Сейчас будем думать, как нам быть. Давайте посмотрим еще вот на что. С другой стороны подойдем. Здесь 16. Это мы сделали. А здесь где эта точка? Работаем, возвращаемся снова к боковому шву, который у нас был. Вот та точка, которая нас интересует. Это нижний уровень пройма на полочке для полочки. На каком она находится расстоянии от центра груди? Вот на таком 17 с половинкой. Значит, 17 с половинкой откладываем сюда. Снова на старенькую нашу выточку. 17 с половинкой откладываем сюда. Так. Измеряем вот это расстояние. 7 с половинкой. И откладываем его сюда. 7 с половинкой. Нет, все совпадает. О чем это мне говорит? Это говорит мне о том, что вот эта выточка как бы у меня великовата. То есть мне теперь хочется эту выточку сделать немножко поменьше. Вы знаете, что когда точка П1 падает низко, мы раствор нашей нагрудной выточки от расчетного уменьшаем. Потому что только ориентируемся мы на этот раствор. Но выбираем оставаться ему таким или надо как-то поменять только тогда, когда определяем положение точек П1 и П2. Мое хорошее время у нас, к сожалению, вышло. Мы прерываемся и продолжение будет следовать. Продолжение следует...